Уважаемые журналисты, добрый вечер. Начинаем после матча в пресс-конференцию. После матча с Зимбру, Шериф, счет 0-1. Перед вами главный тренер команд. Для начала попросим тренера в комментариях к этому матчу, после чего последний вопрос. Сразу предупрежу, проведем на русском языке, так как у оба тренера на русском языке общаются. Пожалуйста, капитали, и ваше матча на русском языке, пожалуйста. Пожалуйста, поздравляю команду с победой. Игра была очень сложная. Сказали бы, что первый тайм и тренера шоссе играли. Полностью контролировали мяч. Было еще несколько моментов, где мы могли забить. И если бы второму тайму вышли с двум разницом, нам было намного легче. Видно, что в втором тайму команда села физически. Там после 50-55 минуты команда вообще тяжело выглядела. Также команда в Зимбру не плохая команда. Она нас заставила в втором тайме играть по обороне. Но мы выдержали это все, и я счастлив. Сергей Федорович, пожалуйста. Опять же, в первый тайм соперник, будем говорить, моментами переигрывал. Но я не могу сказать, что это была какая-то катастрофа. Единственный момент, то, что они сыграли внимательно при стандарте, когда нам забили. И то, что мой коллега сказал, там еще пару моментов было, когда они могли нас наказать. Если бы наказали, то ситуация была бы совсем критическая. По второму тайму, опять же, попытались играть в футбол. Попытались нагнетать, искали свои возможности. Мы создали определенное количество моментов, когда мы могли действительно забить. Но до конца, опять же, не хватило много везения. Холодной крови в завершающей стадии. Хочу поблагодарить ребят, действительно. Как я им сказал, сейчас в развалке. С ними не стыдно идти в бой. Они сегодня сильно показали хорошую игру. То, что не добились результата, это уже сечение обстоятельств. Но то, что они сегодня пытались, нагнетали, играли. Я им, честно говоря, благодарен. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Господин Александрович, то, что вы перед матчем думали про Зимбро, оно и оправдалось? То есть она вас либо разочаровала, либо была на добро? Как-то были приятно удивлены то, что вы сегодня видели? Ну, мы, конечно, там смотрели игры в Зимбро. И видно там, что команда хорошая. Она компактно, умеет играть. Мне здорово играть на контратакку. На контратакку. Второй этап. И сегодня увидел, что у меня владение мячом тоже ничего. Поэтому не знали, что нам здесь будет сложно. И что соперник будет на достаточно хорошем уровне. Поэтому мы были готовы к этому. Вы наверняка уже более-менее ознакомились с командой. То есть в том плане, что вы примерно понимаете ее потенциал. На сколько сегодня Зимб Шриф показал свой потенциал из 100%? Ну, знаете, не было много времени дня, когда приехал. У нас сегодня было 17 человек. У нас было 4-5 молодых. Которые брали из дубль команды. На идее, что некоторые, которые травмированы, будут быстрее возвращаться. И, в общем, так считаю, что нам нужна сильба команда. В общем, чемпионат в полу, как говорили, уже в токторе, как наиски чемпионов. Уже что-то успели узнать о степени или начали рассматривать? Начали рассматривать, конечно. Ну, считаю вообще, что слабых соперников нет сегодня. Поэтому будем смотреть, будем готовиться к этой игре. Первую, которую играем на везде. Считаю, что должны поднимать качество нашей игры по любому. И физически тоже самое. Но, с другой стороны, нам сложно. Поэтому игры каждый третий на четвертый день. И надо силу это выдержать. Слава Богу, сегодня травм не было. Поэтому, чтобы сделать или организировать так, чтобы менять как-то из футболиста, дать один день, чтобы предоткнили, то будем все смотреть. Я не могу сказать, что это было хорошее. И это было проблем с пахлым поворцом. Уже чувство дискомфорт. И там они хотели рисковать. Слеги, сегодняшний игре вопрос. Некитра игра подряд. Сегодня с хорошим соперником. Создано много моментов, не реализация. Это что? Это неудача? Как думаете, это все дальше решать, потому что с хорошим экспериментам много моментов? Ну я почему говорю, я перед этим говорил, что опять же не хватает где-то мастерства. Молодые ребята, я имею в виду у нас, у нас сегодня в 1-11 вышло, по-моему, если не ошибаюсь, 5 человек, которые там 99-го года, 98-го, то есть молодые ребята. Опять же, не хватает где-то мастерства, над этим нужно работать, это не просто так, что я сегодня забил, завтра забил, после завтра забил. То есть над этим нужно работать, нужно шлифовать эти моменты. Будем работать и будем поправлять ситуацию. То, что не хватило, хладной крови, это может быть и наша беда, но это не только у нас. Это у многих, в первом тайме тоже могли забить, не хватило, может быть, зелени. Горде, еще такой вопрос к вам. До игры вы в интервью говорили, что играть в зиму для вас, лично как для нового тренера, игра с, первая игра с более серьезным соперником, как вы сказали. Да. Да. В современном положении команда идет низкая зима, как можете рекомендовать игру у команды, даже вы считаете, что у других соперников 4-5 года играли? Ну, не могу говорить, что с начала чемпионата происходило, но видно, что команда в зиму, хорошая команда, повторяюсь еще раз, что есть качество, эти молодые футболисты, которые умеют играть в футбол, видно, что не знаю, что там происходило раньше, но качество есть. Для нас, эти четыре игры, которые я играл, сами сами не играли в команду, которые не играли.